С вами Владимир Лозенко, это канал Фабрика Каркасов. Мы сегодня находимся по адресу Волоколамское, шоссе 81-2, ЖК Левел-Стрешнево. На 25 этаже в пентхаусе мы делали встройку антресолей и дополнительных помещений, квартиры. Задача была прирастить дополнительно 30 квадратных метров жилой площади. Поэтому сейчас коротко расскажем, как это выглядит, почему именно наши технологии очень хорошо подходят для решения таких задач, почему с другими материалами такие задачи в принципе нереализуемы. И этот ролик будет наверняка полезен тем, кто занимается похожими объектами, дизайнами, архитектором, дизайнером, строителем, который вот в таких локациях работает. Берите на вооружение, уверен, что кто-то из вас только сегодня узнает о такой технологии, как наша технология легких стальных точных конструкций, которые позволяют решать такие задачи. Как это было здесь устроено? Изначально, когда покупатель получил квартиру, монолитная плита перекрытия, лесячный марш, все это было уже в комплекте. И честно говоря, когда я даже зашел первый раз на этот объект, я не понял, в чем вообще уникальность такой квартиры. То есть я купил бы ее вообще. Но заказчик оказался умным, и видимо у него хорошие были консультанты, а он сразу прикинул, что здесь можно сделать. И поэтому эта квартира прибыла такой прям эксклюзивный какой-то интересный статус. Мы видим наглядно сейчас эту конструкцию. Здесь такая уникальная архитектура, будет зону вот этой конструкции разделять. Спальная зона, гостевая зона, кухонная зона. И вот остается такой второй свет, по центру которого проходит вот такая балка, как мостик. Она на самом деле, ну как заявляет заказчик, будет исключительно декоративная, хотя на самом деле она может быть полноценной, несущей, как переходной мост. И он же также опирается на вот эту стенку. Сюда. Стенка, которая является декоративным коробом для вскрытия вот этих коммуникаций. Можно же было бы, наверное, это сделать гипсокартонным профилем, обшить. Ну, во-первых, он бы был хлипкий. Во-вторых, вы бы такую несущую балку сюда бы просто не нагрузили. А тут, получается, решается как бы два вопроса. Вы получаете дополнительную несущую балку, дополнительное перекрытие, и при этом получаете такой короб, который обшивает вентиляцию, обратите внимание, на 6 метров. Сразу сюда крепится гипсокартонный лист, потому что перепад всего лишь миллиметр. И делается уже финишная отделка. Мрамор будете стаклеить. Более того, сюда же можно обыграть декоративную нишу под камин было ставить. Ну, то есть порядок очень много. Когда архитектор-деконструктор умеет работать с нашей технологией, он очень умело получает интересные вещи. Вот здесь очень отчетливо видно, что вот эта зона была уже от застройщика передана, а вот эта часть прям приручена. Вот здесь мы прям видим, вот они 30 квадратных метров. Пролеты и перекрытия рассчитаны на необходимую нагрузку эксплуатационную. То есть до 400 килограмм спокойно можно нагружать. В ванной комнаты, где-то в ванной будет размещаться непосредственно в санузле. Там нагрузка выдержит и 600, и 800 килограмм на квадратный метр. То есть это все закладывается по проекту, в зависимости от того, что вы будете туда нагружать. Вот те самые усиленные балки, на которые будет становиться ванная, где-то вот в этой зоне примерно. Здесь расчет на эту нагрузку также у нас идет. В зависимости от нагрузки, которая выдается вами в техническое задание, мы принимаем во внимание и нагружаем там от 350 килограмм, то тонны на квадратный метр нашей конструкции выдерживают. Соответственно, в этом случае примерно расчет был на 600-700 килограмм, так как вот здесь будет стоять ванная. Обратите внимание, эти фермы раскреплены еще между собой. Мы их называем раскрепляющей потолочной панели. Здесь шахмат и порядок, и пролет небольшой все в целом несет вот эту нагрузку, которая нам была необходима. Поэтому просто задаете техническое задание, обращайте внимание на то, что у вас должно быть по вашему проекту, и мы на это сразу реагируем. Потому что это очень важный момент, чтобы не было потом каких-то скрипов дискомфортных, не было бы прогибов каких-то, которые есть в принципе везде. Даже и бетоны перекрытия проваливаются, если это не учитывается. Вырубай! В противном случае, надо было применять здесь, на вот этих перекрытиях, балки из черного металла. То есть это какие-то двутауры, швеллера, большие пролеты. Как это поднимать сюда, на 25 этаж? Ну да, я же не сказал, это не рифтами поднималось. Это все поднималось по внешней стороне фасада по профессиональными промышленными альпинистами. Черные металлические балки, которые весят там 1 метр только по 22 килограмма, а это холосты там по 6 метров, поднять была бы большая проблема. Наша пачка в среднем весит около 15-20 килограмм. Ну, пачка ЛСТК. Она спокойно с тропами сюда затянулась. Здесь общий вес был около полутора тонн. Средний срок монтажа на такие конструкции рассчитан там 2 дня. И приращивается 30 квадратных метров в полезной площади. Вот в нужное время, в нужном месте мы сегодня находимся, друзья. И технология наша набирает такие классные обороты. И ты просто понимаешь, что без альтернативы, вот любую другую, ну какой металл, какой бетон, ну посмотрите, высота 25 этажей. Как это туда все поднимать? Какую? Просто забудь, не покупая пентхаус или покупая вот как есть, делай. Вот смысл там вот корячиться, поднимать эти бетоны, металлы. Это нереально просто. Поэтому я вот стою, сейчас смотрю на это все и кайфую от того, что посмотрите, сколько много еще пентхаусов тут вот строят. Если вдруг вы занимаетесь отделкой квартиры, особенно такой вот недвижимости, которые могут относить к элитному классу, да, где высокие потолки, а может быть старый фонд реконструируете, где нужно перекрыть в этом фонде дополнительную площадь получить. Ведь это здесь всего лишь нарастили 30 квадратов. По факту площадь квартиры там 140 квадратов метров, нарастили 30, получили там 180. А может быть все перекрыть, получить там сколько здесь, ну квадратов 80-90. Это еще двухкомнатные квартиры, которые сегодня стоят здесь около 25 миллионов. И если где-то есть такие фоны, где ты берешь, я там квартиру 6 метров, разбил ее, получил полноценные две по цене одной. Почему нет? В Москве тем, кто занимается там инвестициями и вот так оперируют и реконструируют недвижимость. Шикарная возможность. Квадратный метр продажи в этом доме 250 тысяч за квадратный метр. Примерно. Практически 7 миллионов рублей, если вы решите купить 30 квадратных метров здесь. Тут наши конструкции все лишь полторы тонны. Ну плюс там будут затраты на обшивку, материалы, может быть какие-то итальянские керамограниты можете крепить на эти стены. А я напомню, что на эти стены можно накручивать не только гипсокартонный лист, можно делать это под основу. И на него же крепить мрамор, большие мраморные плиты. Эти все нагрузки также рассчитываются. Ну сколько затрат будет? 30-40 тысяч, в зависимости уже от фантазии заказчика на квадратный метр. То есть 900 тысяч рублей против 7,5, это практически 8 миллионов рублей. По-моему, ликвидность этого мероприятия очевидна. При этом у заказчика появилась очень хорошая такая зона пространственная, которая будет красиво обыграна и формировать такой уникальный дизайн этой квартиры. Здесь обратите внимание, так как у нас есть консоль вылет, она чуть больше метра. И так как здесь большая нагрузка, она здесь только спарена. В то же время удобно здесь утеплительность, звукоизоляционные маты встанутся, все это закроется и будет очень красиво смотреться. Видите, какая парящая плита получилась здесь. И здесь, так как у нас была вентшахта, мы сюда смогли упереть перекрытие здесь, смогли упереть перекрытие здесь, а здесь у нас опора не было. Мы могли бы поставить сюда дополнительную стенку из нашей конструкции и получить опору, но это тогда бы съело полезную площадь. Поэтому, чтобы этого не делать, мы использовали такие уголки и с помощью этих уголков все, анкер, саморезы, все рассчитано на необходимые нагрузки. Также это перекрытие сдержали. Ну и тут, конечно, пришлось немножко применить конструкцию из черного металла, раму, да, потому что, чтобы вот эта опорная балка удерживалась архитектурой, вот эта балочка, она могла стоять раз. При этом проем, он комфортный, для прохода спокойно можно пройти, головой биться не будет. Но, опять же, это просто прорабатывают дизайнеры и конструкторы, которые этим занимаются. В целом, я считаю, очень большой потенциал у таких решений. И в случае на то, что здесь всего лишь полторы тонны, это легкий вес, это легкая быстрая сборка, это относительно бесшумная технология, где не нужно здесь долбить, штробить и беспокоить соседей, которые уже, возможно, заселились в ваш комплекс. И на эти решения нужно обращать внимание. Тот или иной звонит и говорит, Володь, мы смотрим тебя уже три года, четыре года, я вот только узнал, спать не могу теперь, разбираясь в возможности технологий. Это греет сердце, это греет душу, это говорит о том, что мы любим то, чем мы занимаемся, и говорит о том, что мы находим отклик в ваших сердцах. Поэтому это приятно, и хочется вас просто попросить, если вы кайфуете от того, что видите на нашем канале, от нашей возможности, технологии, передавать этот контент своим друзьям, знакомым, архитекторам. Если каждый из вас, вас там 60 тысяч подписчиков уже по три раза перешлет, а нас узнает армия архитекторов и дизайнеров, которых мы спасем от черного металла и бетона в таких объектах и облегчим их фантазией. А заказчику сможем просто давать вот такие интересные решения. Спасибо вам за то, что вы с нами, спасибо, что постоянно проявляете активность, даже спасибо вам хейтеры, которые просто пишите, что до сих пор надо еще гаражи и курятники строить по этой технологии. Да-да, в пентхаусах стройте себе курятник, как раз нормально подойдет. Всех обнимаю, люблю вас. С вами Владимир Лозенко, канал Фабрика Каркасов. До встречи на наших новых объектах.